А вот когда выбираешь этот режим, момент нажатия кнопки, он сохраняется или нет? Или все-таки он переходит на настройки автоматические? Ну, там плавный пуск. Если, допустим, вы ограничиваете в скорости машину, то вы нажмете на полную кнопку, он выдаст только диапазон. Я понял, например, момент разгона оборотов или плавного пуска. Выбрали, например, из 1200 оборотов, выбрали 500. И до этих 500 кнопка так же будет действовать, да? Я понимаю, что больше 500 там не разгонится, а вот именно будет действовать, да, это остается. Регулировка скорости от нажатия на клавишу не отключается. Режимы сохраняются, ну, надо включать на ванхейтинг, тогда вот эти режимы, ну, и четыре режима программируемые. Активируйте режим и просто выбираете вот из четырех настроек методом нажатия кнопки. То есть вот это, то есть вот они по кругу все, пожалуйста, эти режимы. Потому что как только вы переходите, все, она уже, эта панель, она уже не активна. Это уже обычный шуруповерт в режиме сверления, либо в режиме заворачивания шуруповерта. А вот это, получается, ударно вообще будет, да, будет, что-то четыре метра, да? Он кисть. В сожалению, за ничьего не ударно. Ну, совершенно верно. Человек-режим добавился. Ну, да. На шуруповерта. Человек-то. Человек-то. Ну, тут, смотрите, естественно, все зависит от самого потребительства. Сейчас бы я ему уже рассказал. Да. Ну, что он вообще планирует делать с этим шуруповертом? Какие у него работа? То есть, планирует он вообще заморачиваться на эту тему или нет? Это ему. Человек-то более-менее обеспечен финансом, если он купил себе... Да, тут не в финансах дело. На самом деле она не серьезно прибавляется в цене. Ну, шесть тысяч она. Ну, шесть тысяч. При цене шуруповерта в пятьдесят, я думаю, это не очень серьезная разница. Одно десятая? Ну, десять процентов. Почему десяток? Он стоит тысяча тридцать, тысяча тридцать, наверное. Ну, лёвый ты имеешь что-то? Нет, это с аккумулятором. Нет, скумулятором. Скумулятором стоит как раз полтора. Да. А, ну да, да. Там плюс-минус рублей пятьсот. Здесь надо понимать, какую он цель преследует. Да, да, да. Инструмент для дома? Нет, для дома. Если ему необходимо настраивать режимы, это одно. Нет, тут как раз есть ли у него цикличность? Да. Дома таких работ, как правило, цикличных нет. Если только он его не строит. Ну, опять же, или строит, или там столярные работы какие-то ведёт. Да, даже для себя там. Да, ну да. Если он просто... По большому счёту, человеку для дома, может, ты восемнадцати вольтовый. Более чем. У нас двенадцати вольтовый. Домашние задачи перекрывает вполне. О, да. Он взялся восемнадцати вольтовый и купил его. Ну, человек хочет, пусть... Не, ну... С запасом. Это с запасом, да. Мало ли какие у него там задачи. Может, ему надо будет отверстие глобальное. Ну, да. Просверлить. У нас двенадцати вольтовый стоер дома. Мы десятки сверлим в бетоне. Он легко их берёт. Откуда он? Десятка в бетоне. А может, ему надо будет пятьдесят четвёртым... Пятьдесят четвёртый самоврезающий насадка в дерево и брусить дырку. Двенадцатый уже вряд ли справится с этим. Это только восемнадцатый. Не, ну это крайности. У него целевая задача, это вот как раз, когда большие объёмы и достаточно много инструментов, правильно, в строительной компании, чтобы его отслеживать. И если переключать на какие-либо режимы, да, чтобы мы были застрахованы, что тот человек, который берёт этот инструмент, он не будет его перенагружать, к примеру, и будет в той скорости. Совершенно верно. Это вот основная задача. Это исключает повреждение крепёжного материала. Да. Исключает повреждение материалов, которые он будет там прикручивать, там, крепить, допустим. Самого материала. Ну, самого материала имеет. Нет. Да, да, да. Поэтому, то есть, воспроизведение результатов сто процентов точное, как бы. То есть, как его настроили, он сто процентов точный результат воспроизведёт. В идеале. В идеале, да. То есть, человек, в принципе, задумываться не надо. Подкарауливать, там, какой-то определенный момент и так далее. Куркить эту расчётку бесконечно. Он загрузил настройки, выбрал режим, какой надо, и поехал работать, как бы. В общем-то, да. То есть, здесь получается, если основной бич – это человеческий фактор. Вот в данном случае мы его исключаем. Человеческий фактор исключаем. Всё, да. И контроль как раз инструментов. То есть, вот ещё основная задача – в каком статусе находится инструмент. То есть, либо он в ремонте находится у нас, либо он где-то на каком-то объекте. Либо он лежит на складе и ждёт. Опять же таки, я говорю, вот это то, что позволяет человеку видеть, сколько у него инструментов, где работает. В общем-то, позволяет планировать складские запасы. То есть, ему не надо будет, там, допустим, жалеть о том, что он перетарил склад. Там у него лежит всё это, пылится там годами как бы на складе. Если человек всё делал на листке бумажки… Ну да, конечно. Ну вот смотрите, вот у нас основная тогда наша задача получается, так как мы забираем в ремонт инструмент, да, есть ли возможность при установке как раз у водителя, да, наверное, когда он принимает в ремонт, он сразу чик, статус принял в ремонт, а там, соответственно, сдал в ремонт. Вот последовательность. И тогда вообще было бы супер, мне кажется. Ну, слушайте, вот так глубоко ещё, понимаете? Ну, да, попробую. Это всё только, да, стартовало, как бы это всё шлифоваться, обрабатываться постоянно. Со временем, да, возможно, так и будет. Есть, просто, допустим, я знаю точно, что уже появился переходник под аккумуляторы для сервисников, опять же, который будет читать сервисную информацию с аккумуляторов. То есть там полнейшая информация, какие там температурные режимы были, сколько заряжался, при каких температурах заряжался, то есть всё полностью будет, как бы, то есть это для сервисников. То есть работа в этом направлении будет. Адрес свой сервер будет ещё. Ну, там плату вставил и всё, что там. В общем, аккумуляторы есть там особые. Ну, то есть здесь, получается, мы хотим подключить логистику, где, на какой стадии инструмент у нас находится, да, в случае, если в ремонт взяли, он в ремонте находится, выявили поломку. То есть мы полностью контролируем все действия. Если касаемо, допустим, оборудования Милоки, вас ничего не останавливают завести свой аккаунт на сайте, приняли инструмент и завели его к себе в базу. Просто-напросто, и всё. Вы сами отслеживаете, где этот инструмент. Этот инструмент не обязательно ваш. Это для нас. Я не говорю, в нашем аккаунте вы ведёте список всего инструмента, пожалуйста, как бы. Он у вас в ремонте, он у вас там ожидает запчастей. Вы статусы сами вольны. Ну да. Это Максим всего. Всё, пожалуйста. То есть, в принципе, и вы можете в этом программе работать с проблемами. Я загрузил, я разбирался там уже. Под своим аккаунтом, пожалуйста, работайте. Всё, можете загружать. Забил 50 коронок. Дело в том, что в эту программу всё равно всё забивается вручную. Дело в том, что когда приложение в смартфоне, когда приложение связывается с инструментом, автоматом всё появляется сразу. То есть, чем удобно, допустим, через приложение. Через приложение он сразу всё, серийник, модель, фотографию, подгружает инструмента. И вы потом только нажимаете кнопку, добавить его в инвентарный список. Он автоматом залезает в инвентарный список под вашим аккаунтом. Всё. Соответственно. А здесь, получается, если у вас только программа, вы набиваете вручную весь этот список. Вот и вся разница. То есть, необходимо зарегистрировать его, и тогда уже при подгрузке он автоматом будет показывать, на какой объекте находится, к примеру. То есть, всю информацию он будет, по большому счёту. Вся информация будет доступна. Понял. То есть, это очень, на самом деле, интересная платформа. Опять же таки, повторюсь, что всё это абсолютно бесплатно для пользователя. То есть, никаких. С сиренными парами вообще. Большой вопрос, да? Сиреник, опять же. Когда они затёрлись там. Всё. Да. Сиреник довольно быстро затирается. Но это понятно, потому что он снаружи как бы. Он, конечно, дублируется внутри, но его надо для этого разобрать. Ну да. А сейчас ты просто... А сейчас можно просто подключить его к приложению, и сиренный номер можно будет увидеть автоматически. Сиреник, сиреник уже прописывается непосредственно. Да, это очень серьёзный шаг к амилойке, то есть, вперёд. Ну, аккумулятор по технологии, это наш конёк, так сказать. Ну да. Мы развиваемся с бешеной скоростью в этом направлении, поэтому... Ну... Спасибо. Как-то так. Какие-то есть ещё вопросы. Буду готов на них, наверное, ответить. Теперь я так понимаю... Просто я говорю, вот... Я почитал на вашем сайте, вы, наверное, где-то брали...